Мария Ивановна спрашивает у петухи, а как провёл Масленичный день? Петуха говорит, замечательно, утром сжёг чучело тёшки, она намёк поняла и к вечеру уехала. Совет мужчинам во время Масленицы старайтесь не злить своих жён, ведь всю неделю у них в руках сковорода. Приходит взять к тёше на блины. Тёшка говорит, а ешь, зятёк, угощайся. Зять начинает ест, наяривает, только так. Тёшка еле успевает, и зять хвалит, хорошие у тебя блины, вкусные, только толстоватые. Тёшка говорит, ну ты тогда под ваню бери. Мужик говорит, ой, Матрона, какие у тебя блины вкусные. Матрона говорит, а ешь, ешь, петуха, угощайся. Петуха говорит, действительно вкусные, давно таких не ел. Матрона говорит, да ешь, ешь. Петуха говорит, не могу больше, целых десять штук съел. Матрона говорит, а фрёшка двадцать. Я не говорю, что ты себя запустила, просто завтра на Масленицу не ходи, а то чего глядишь зажгут. На Масленицу в Центральном городском парке культуры прошёл традиционный конкурс песни и танцев. Победители доставлены в отозвитель. Найдя у внука белый порошок, папушка решила, что это мука, и испекла блины. Масленица продолжалась целых три недели. Судя по погоде, чучело Масленица выжила и начала мстить. Вас приглашают на блины в спортивный зал. Наличие блины по пять, десять и пятнадцать килограммов. На Масленицу по обычаю русские празднуют Масленицу. А те, кто через зрители, празднуют Маргаринницу. Подписываемся.